Добрый день, уважаемые коллеги! Всегда участвую в этом форуме и испытываешь двойное удовольствие и от самого форума и от того, что мы еще раз побывали в этом прекрасном городе и все глубже его узнаем, уже добрались до Приморской его части. Итак, тема заявлена. Простите, требования форума, авторы доклада заявляют об отсутствии конфликта интересов. В последние десятилетия XX века, в начале XXI, произошли существенные изменения в диагностике химиотерапии и лучевой терапии нехорчкинских лимфом. Более совершенными стали классификации, появились новые схемы, интенсифицировались ранее существовавшие схемы химиотерапии и, конечно же, большим достижением было внедрение как раз на рубеже XXI века маптеры в России у нас. И одновременно произошла технологическая революция в лучевой терапии и в методах медицинской визуализации, что позволило нам лучше точнее определять локализацию и фактически картировать очаги лимфомы и точнее определять эффект проводимого лечения. Тем самым создались посылки к сокращению объемов облучения и снижению суммарных очаговых доз. Однако проблема локального излечения остается. До 40% рецидивов локализуются в очагах исходного поражения. И лучевая терапия по-прежнему остается востребованной практикой в лечении нехорчкинских лимфом. И отражением этого является приглашение в коллектив авторов недавно вышедших российских рекомендаций по лечению злокачественных лимфом группы радиационных онкологов. В том числе, с удовольствием отмечаю, что из Санкт-Петербурга, где существует также такая мощная группа радиационных онкологов по этой тематике. И в этих рекомендациях практически при всех нозологиях имеется раздел лучевой терапии. В связи с этими обстоятельствами нам хотелось представить сравнительную оценку отдаленных результатов лечения химилучевого лечения нехорчкинских лимфом. В первую очередь агрессивных, конечно, в московском регионе за последние 30 лет, чтобы понять, в какую сторону мы двигаемся и что, собственно, можно достичь сотрудничества онкогематологов и лучевых терапевтов. Ну, еще раз хочется напомнить, что то, что мы называем полной ремиссией, выявляемой с помощью современных методов медицинской губернизации, далеко не всегда является полной ремиссией. И количество остаточных клеток в зоне локализации первичной опухоли может достигать 100 миллионов. И, собственно говоря, этот факт является основанием для проведения лучевой терапии на зону исходного поражения, даже тогда, когда по всем имеющимся данным, ну, кроме, естественно, молекулярной диагностики, у больного констатируется полная ремиссия. И существует на сегодня четкое разделение, так сказать, зон ответственности. Химиотерапия, в первую очередь, преимущественно отвечает за генерализованный рецидив лимфом и в весьма небольшой степени рецидив зоны исходного положения, но тоже, естественно, положительно влияет на это. Лучевая терапия имеет свою четкую зону влияния. Это зона исходного поражения. Представим наши данные. 631 больной за анализированный 30 лет. Что мы здесь можем отметить? Увеличение общего количества больных по годам. Некоторые нарастания среднего возраста больных, то есть больные становятся старше. Гематологи не боятся направлять к нам все более пожилых больных. И это видно по больным старше. 60 лет стало почти в два раза больше. И стали больше направлять, возможно, и экстранатальных лимфом стало больше почти в два раза. По прогностическим группам стало больше больных с неблагоприятной прогностической группой, вдвое больше больных с полной ремиссией после химиотерапии, и уменьшилось количество больных с недостаточным эффектом химиотерапии. Но это уже накопление опыта работы. Как изменилась лучевая терапия за анализированный 30 лет? Вот группа лучевой терапии большого объема – это до диафрагмы субтотальное надальное облучение. И тотальное надальное облучение, если до 90-го года это было 27%, то есть четвертая часть больных подвергались таким объемам облучения, то уже к 2010-му году эта практика практически ушла и доминирует локальное облучение. И некоторые доли больных, если проводится облучение нескольких смежных зон, но это преимущественно тогда, когда эти зоны поражены. Дозы лучевой терапии. Если до 90-го года доминировала доза 41-46 грей, то посмотрите, что к 2010-му году наиболее популярной дозой, где-то диапазонии от 21 до 40 грей. И в средних это выражается в средних цифрах. Мы видим, что медиана снизилась практически на 8 грей и достоверно снизилась средняя очаговая доза. Общая выживаемость трех групп больных представлена на графике. Мы видим, что за эти 30 лет общая выживаемость увеличилась с 42 до 82%, то есть практически в два раза, 10-летняя – более чем в два раза. Но, конечно, самое интересное – посмотреть, что же происходит по подгруппам больных. Возраст больных и у пожилых, у молодых больных мы отмечаем четкое увеличение общей выживаемости, причем у пожилых больных даже в большей степени в сравнении с исходными данными. И практически эти кривые для молодых, кривые общей выживаемости для молодых и для пожилых больных в настоящее время близки. Стадии заболевания и при локальных, и при распространенных стадиях статистически достоверного роста выживаемости. Понятно, что при локальных стадиях выживаемость всегда несколько больше, хотя, в общем, и при распространенных это вполне достойно и 70% пятилетней выживаемости. Прогностические группы. Международный прогностический индекс наиболее часто используется для прогноза нехолчинских лимфом. И вот группа первая, группа благоприятного прогноза, МПИ-01. Внизу приведены цифры выживаемости после химиотерапии, беззвучевой терапии. Что мы видим? Пятилетняя выживаемость в благоприятной группе – это около 90%. Промежуточные благоприятные – это 80%. Ну, существенная разница по сравнению с представленными цифрами выживаемости после химиотерапии, хотя это химиотерапия с витоксимабом, то есть это, ну, в открытом мире, стандарт лечения. Лучший стандарт, золотой стандарт лечения нехолчинских лимфом – после 2000 года. Неблагоприятный прогноз, промежуточный неблагоприятный. До 90-е годы это была весьма неблагоприятная группа, выживаемость была низкая. То есть 80-е, простите, в 90-е годы выше. И, наконец, уже к 2010 году эта выживаемость приблизилась к 70%. В группе наиболее неблагоприятного прогноза, где в 80-е годы практически все больные погибали до 2 лет, в настоящее время уже появилась возможность, по крайней мере, участия больных. Это менее половины больных, но где-то порядка 40% больных уже имеют шансы на более длительную выживаемость. Надальний и экстралодальный лимфом – тоже важный вопрос. И также в обоих случаях отмечается четкая наилучшая выживаемость в 2000-2010 годах. Вот то, что этот график находится несколько выше, хотя он и ранний, здесь очень немного больных, поскольку в те годы больных было мало. И это, так сказать, не является достоверным в связи с большой ошибкой выживаемости. Теперь вопрос о том, нужно ли проводить лучевую терапию больным с полной ремиссией после химиотерапии. Здесь представлены цифры, которые могут быть и трактованы по-разному. Можно сказать, просто улучшилась химиотерапия, поэтому больные стали жить дальше. Ну вот сравним две группы больных. Это больные с полной ремиссией после химиотерапии и больные с частичной ремиссией после химиотерапии. И мы видим, что к 2010 году выживаемость стала очень близко. Если дельта выживаемости в 80-е годы достигала 23%, уже в 90-е годы это 20%, то в 2010-м это только 8%. Таким образом, химио-лучевое лечение позволяет в значительной мере, так сказать, улучшить выживаемость больных, особенно в группе, с частичным эффектом после химиотерапии. Ну и частичный эффект после химиотерапии тоже это неоднородная группа. Если есть группа больных, у которых после лучевой терапии мы констатируем полную ремиссию, и здесь выживаемость соответствует абсолютно той группе больных, где уже после химиотерапии достигнута полная ремиссия. А вот если в результате лучевой терапии полная ремиссия не достигнута, то, конечно, существенные результаты хуже, но и к 2010-му году тоже примерно 40% больных, может быть, несколько больше или чуть меньше, это нужно набирать дальше материал, но во всяком случае появились реальные шансы у этой группы больных на высокопредложительность жизни. Самая неблагоприятная группа – это группа химиорезистентных больных, у которых в результате химиотерапии либо минимальный эффект, либо они прогрессируют на фоне химиотерапии. Здесь графики, собственно говоря, не изменились, и поскольку химиорезистентность, она предполагает в качестве дальнейшего прогрессирования, генерализацию больных, конечно, лучевая терапия здесь, может быть, не очень много может сделать, но давайте попробуем разделить и эту группу. Если она не очень большая, но, тем не менее, посмотрите, если удалось получить полную или хотя бы частичную ремиссию после лучевой терапии, то уже тоже порядка 40% больных могут рассчитывать на длительную выживаемость, а уже если такого эффекта не достигнуто, в общем, они практически все умирают к двум годам. Но здесь мы судим по нашему традиционному критерию, по актуриальной общей выживаемости, а если бы мы судили по медиане, то за 30 лет медиана выживаемости увеличилась с 6 месяцев до 18 месяцев. То есть, если мы посмотрим публикации по химиотерапии, такая разница всегда достоверна. Поэтому и здесь есть маленький, но тот небольшой шажок вперед, который мы добиваемся, когда применяем совместно химиотерапию и лучевую терапию. И, наконец, заключение. В московском регионе за 30 лет пятилетняя общая выживаемость больных агрессивными неходжкинскими лимфомами практически удвоилась, достигла 82%. Существенный рост выживаемости наблюдался как при локальных, так и распространенных стадиях и во всех прогностических группах. После 2000 года проведение ревантной лучевой терапии позволило сблизить отдаленные результаты лечения больных с полным и частичным эффектом химиотерапии. Стабильно низкой остается общая выживаемость больных с минимальным эффектом химиотерапии. Однако, примерно половина этих больных лучевой терапии позволяет получить частичную ремиссию с увеличением перетилетней выживаемости до 39%. И, конечно же, эти результаты получили нами в сотрудничестве вот с этими учреждениями, с московскими. Они здесь представлены. Здесь и городские учреждения, и федеральные центры, и областные институты, и есть военные госпитали, и ряды учреждений ведомственных. Но, в целом, если эти результаты, так сказать, нас в какой-то мере удовлетворяют, то это общая заслуга, а не только заслуга лучевых терапевтов. Вот мы от графиков устали. Я хотел просто продемонстрировать те проблемы, с которыми приходится иметь дело лучевой терапии, с которыми, к сожалению, химиотерапия не очень справляется. В общем, эта проблема вполне достойна из серьезного разговора и серьезной работы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Пожалуйста, вопрос Сергею Васильевичу. Что такое агрессивная лимфома, с Вашей точки зрения? Значит, ответили лимфомы по морфородии, гейберсинодобродачественной, средней, средней, средней инфарктической и высокотехнической мастерии. Да. Смотря на то, что Вы показываете, я понял так, что для вас это не имело никакого ключа. И агрессивная она, средней степени агрессивности или высокая степень агрессивности, Вы исходили только из одного. Вот приведено столько стандартных циклов, ну, например, ЧОП. Два ЧОП все делалось. И, скажем, достигнут эффекта. Ну, это 100% значит у вас получается благоприятная группа. Не достигнут эффекта. Там недостаточно имеется очагов поражения остаточных еще. Или, вообще-то, кстати, это не одного эффекта. То есть, Вы считали агрессивную лимфомы в зависимости от результатов, проведенных им у треки. Так я понимаю? Нет, конечно, Сергей Васильевич, не так. Ну, не мне Вам говорить, что за эти годы классификации лимфомы менялись неоднократно. И, конечно, скажем, взять эту группу и типировать ее в соответствии с современной классификацией, с иммуногистохимией, безусловно, невозможно. Поэтому опираться приходилось на крупноклеточную морфологию, на агрессивность клинического течения и на, скажем так, КИ-67, он был где-то более 45%. И, в общем-то, эту группу удается выделить четко. Конечно, можно сказать, что тут границы не очень четкие, но критерии были таковы. И, в общем-то, еще вот такой вопрос. Значит, практически у Вас было агрессивные были, и там, где Вы действительно помогли, там, где оставались локальные, натальные поражения. Так я понимаю. И здесь этот эффект был, так сказать, у Вас наибольшим, Вашего воздействия, да? Ну, а вот, например, такая ситуация, что все хорошо, но, тем не менее, остается очаг лёгца. Вот какова позиция здесь Ваша? Как вы поступаете? Скажем, очаг не более 5 сантиметров. Ну, всякий остаточный очаг, если он мешает, так сказать, констатировать полную ремиссию, конечно, подлежит лучевой терапии. А по какой лучевой терапии Вы имеете ли у стандартной лучевой терапии или какие-то стереотоксическая лучевая терапия? Что здесь более? Ну, вопрос о применении стереотоксической лучевой терапии и при злокачественных лимфомах он находится ещё в зачаточном состоянии, конечно, поскольку всё-таки это не раки, и, как правило, радиочувствительность всё-таки здесь имеет место. Поэтому пока речь идёт о стандартной лучевой терапии, обычной фракционированной. Ну, естественно, в современных условиях мы лечим с 3D-планированием, комфортное, всё то, да. Но здесь присутствует материал, когда и 2D-планирование было, и гамма-терапия, и ускоритель был. В общем, здесь с точки зрения лучевой терапии, технической стороны, вещи очень разнообразные. Если у больного имеются увеличенные светосхеми, значит, на этих лечениях схемы лечения, которые вы с ними работали, входило обязательно на обучение светосхеми или нет? Если даже оно ушло, и всё это стало хорошо после проведённых химико-терапии. Да, я уже показал, что здесь было на новом графике показано, что даже если эгрегрессия полная, хотя, в общем-то, при больших лимфомах это бывает не очень часто, этих пациентов стали чаще направлять на лучевую терапию, именно потому, что гематологы убедились в ненадёжности критериев полной ремиссии, когда они ориентируются на данные КТ. Спасибо.